ребята я честно говоря не понимаю людей и вообще в шоке от людей я не знаю все настолько просто для меня люди не понимают элементарных вещей две с половиной тысячи лет назад превосходное существо будда оставила нам свое учение полное идеальное позволяющие достигать цели откуда берутся все эти махаян щеки я не понимаю какой-то из моих бывших знакомых на фейсбуке сделал пост касающийся того что он какую-то там так называемую школу видят в общем какой-то там махаян щену продвигает я конечно как это дело увидел сразу удалил этого господина из списка знакомых и конечно же оставил простой комментарий что махаян щена это ложь изучайте оригинальные слова исторического будды то есть сутты записанные на языке пали миллиардов людей такая каша в голове настолько глаза запылены они не способны видеть все так как будда и сказал этот мир слеп только немногие видят но я не понимаю почему так все настолько интуитивно и естественно для меня я не знаю вот все что говорил будда ты читаешь сутты это все правда не додать в смысле не прибавить не убавить дхамма учения идеально изложены но нет люди придумывают какую-то ложь своих каких-то выдуманных будд медицины создают религии распространяют ложь неправду вранье это преступники вот все эти люди махаян щеки это преступники это ну слово преступники это я не легко сказано крайне редко во вселенной в мире может появиться будда родиться существо с таким потенциалом которая способна стать буддой и дать нам учение которое позволяет избавиться от сансары будда сказал что в одной мировой системе в одно время может появиться лишь один будда есть исторический будда есть его слова записанные на языке пали которые дошли до наших дней появляются переводы на русский язык тайцы жители Таиланда в какой-то степени придерживаются этого оригинального учения я не знаю что еще людям нужно если кто-то может мне объяснить объясните пожалуйста потому что я не понимаю что в головах людей я избегаю людей я даже работу такую нашел чтобы как можно меньше контактировать с людьми потому что это это ужас какой то вот любое мое соприкосновение контакт с людьми это как я не знаю как разговор с какими-то жителями ада или вот с обезьянами вы хотите например разговаривать там с обезьянами с жуками пауками с тараканами ну с котиками песиками это еще ладно котики милые но вот это как общение с какими-то умственно отсталыми я не знаю этот человек с фейсбука опять мне высылает запрос знакомые в друзья до свидания если ты махаянщик если ты преступник если ты предатель если ты лжец если ты какую-то махаяну проповедуешь я не хочу с этим иметь ничего общего до свидания есть оригинальное учение будды которое крайне важно сохранить чтобы она еще в мире просто просусь про со извините просуществовала как можно дольше но нет они придумывают какую-то ерунду зены дзены пут медицины всякую я не знаю что с людьми не так это не хочется ругаться просто но я не знаю я просто в шоке я не понимаю людей вообще не понимаю россияне идут в чужие страны всегда хотели сейчас ходят идут с оружием убивают людей детей и женщин без разбора всех расстреливают бомбят а другие ну вроде бы нормальные люди до живут в комфорте все у них есть чем-то там интересуются но нет в мире еще доступно оригинальные учения бунды они то ли по глупости то ли специально специально я не понимаю то ли они настолько умственно ограничены зачем им вся эта махаян вот возьмите корзину вот мусорную и сгрузите туда выбросьте все это из головы вот эту все махаянщину вашу не существует никакого буддизма не существует никакой махаяны не существует никакой хинаяны это все выдумано это придумки ваши сказки басни это все мусор который просто нужно выкинуть из головы если вы хотите чего-то достигнуть вам нужно иметь уважение к учителю если вы верите что это существо наиболее развитое во вселенной то наверное он все предусмотрел и дал все те учения которые нужны для достижения цели и ничего другого больше не нужно и тем более люди умственно отсталые они не могут что-то новое внести в это учение это невозможно все идеально изложено вам нужно только прочесть и понять или прослушать и понять кому как удобнее сутты записанные на языке пали но это просто самые старые которые сохранились до наших дней просто других источников практически нет потому что там например в китайских версиях там больше лжи ну китайцы же это понятное дело там своего тоже понабавляли на придумывали про тибетцев там всяких вообще ничего говорить тибетцы не заслуживают того чтобы иметь собственное государство они должны быть уничтожены это не потому что я им желаю чего-то плохого я всем людям желаю добра чтобы они развивались достигали цели переходили в более высокие миры достигали освобождения самсары я имею ввиду что ну по закону вот если ты например нарушаешь закон обижаешь кого-то идешь в тюрьму отправляешься но обычно так происходит часто то же самое тибетцы те кем они являются вот распространяя свое ложное учение по всему миру они они недостойны это преступники преступники лжецы подлецы у них там каждый второй называет себя буддой это придурки просто но по другому не сказать идиоты умственно ограниченные люди зачем брать с них пример кто с них берет пример я вас не понимаю что с вами не так что с вами не так интересуетесь если вас заинтересовало учение будды так возьмите первоисточник зачем вам все эти интерпретации ошибочные концепции возьмите самый ранее доступный первоисточник например на сайте taravata.ru собраны тексты удобно не знаю это это огорчаете вы меня ребята нет никакой махаяны нет никакой хиная нет никакого буддизма слово буддизм это вообще какое-то слово я не знаю пару столетий назад европейцами наверное придуманы есть оригинальное учение будды есть дхамма есть ложь вранье плохих людей которые вводят других в заблуждение